А вы обитаете? Живете в этом доме? Нет, не живем. А вы делаете трубы сейчас? Да. Отопление, да? Да. А скажите, пожалуйста, а вы от какого-то предприятия? От Горжива. От чего? От Горжива. Горжив. А скажите, пожалуйста, а там 15 числа, я знаю, что сняли трубы, должны были поменять, и вот я поняла, я только сейчас меняю, да? Какого 15 числа? Сентября. Ну, в основном, это уже морозы, люди в холоде? Ну, это уже пустили тепло. А, пустили? А когда пустили? Ну, вчера, ну, этот корпус, наверное, неделю назад пустили. А, вы по корпусам запускаете? Ну, да, по ходу выполнения работы. Ага, и какие еще корпуса не запущены? Ну, у вас один подъезд, и сегодня мы его запустим. А почему такая задержка, скажите, пожалуйста, была? Ну, была работа. Мы расчетали, потому что, не знаю. Спасибо. Заказывал гора, да? Ну, да. Это все дело. И сегодня полностью доделаете, да? Да. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Павел. Хорошо. Хорошо, а люди жаловались, не жаловались по поводу? Вам не подходили? Хорошо, спасибо. Вот такое дело. Люди с 15 сентября ожидали, что им поменяют трубы. Их, наконец-то, начали менять в тот день, когда мы пришли. Но на улице уже нулевая температура, холодно, мороз. И, я думаю, в квартирах достаточно холодно. Вы живете в каком подъезде? 20-й, 5-й? 20-й дом, 5-й подъезд. 20-й дом, 5-й подъезд. У вас запустили вчера только, да, отопление? Да, вчера. 24-го. За время запуска официального отопления у нас по городу вы говорили, что ребенок у вас уже успел даже переболеть из-за того, что было холодно. Расскажите немножко. Да, ребенок заболел, и я болела. Из-за того, что постоянно холодно, сыро в квартире. То есть не постирать белье, просушить. Из-за того, что и на улице холодно, оно не сохнет. То есть приходится сушить в помещении. Опять же таки, сырость и синусит, это как раз из-за того, что сыро в помещении у ребенка. В принципе, на данном этапе вы уже ребенка подлечили, да, уже здорово. Подлечиваем, еще не здоров. Еще не здоров. Но у вас уже тепло вдоль, да? Да. Хорошо, спасибо. Самые жильцы. Как приходят коммуникации, приходят коммуникации. Вода, утопление приходит. Там по наставнику роду. Такого не должно быть. Мусора. Вот так, я лазу по мусору. Понимаете, жильцы, грубо говоря, они сами засрали в этих подвале. Нам немає прохода, доступа, немає до чего. Сегодня мы пришли, запустим продукт. Он говорит, я буду через три дня, я не можу пройти туда, я не можу замок. Это железо, да? Железо, да. А причина в них, не в нас причина. Вам, в принципе, до старта надо было поменять? Ну да, до старта. Ну там здоровье, понимаете, тут дуже багато труд. И тем более, что, ну вот, вони сами нам палки колеса ставят. Из-за этого все задержало? Из-за этого все затяжка. Не то, что мы виноваты. В чем причина? Доставка материала у нас хорошая. Все, все хорошо, всегда. А вот причина. Сегодня уже будет мастер, сказала, что будет в апреле. Да, сегодня будет тепло. Домах у всех подъездах тепло. А скажите, пожалуйста, как Вас зовут? Ви мастер? Не, я не мастер, я просто работаю, у меня в Ольгин. А где работаете? А в какой фирме? Ну, фирма. Горжуру Кравди, я не знаю. Организация, как она называется. И капитальный ремонт? Капитальный ремонт, да, в Дворобе. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? Нина Дмитриевна, наверное. Орина Дмитриевна, вы пятый подъезд, да? Седьмой. А, седьмой подъезд. Седьмой. Седьмой подъезд, 20-го дома. У Вас долго менялись трубы. Вот сейчас с нами поговорил человек-работник. Он говорит, что не была возможность поменять трубы из-за того, что за хлама очень много было именно в подвалах. Можете это прокомментировать? Нет. Кто его знает? Может и так, может они и справедливо говорят, а может и их холодность. Что они его растянули, то пока было тепленько, они его растянули, а теперь уже как холодно, конечно, они то трудятся. А когда поснимали трубы? Десь в начале августа. В начале августа? Да, в начале поснимали трубы. А это у Вас только отопительные трубы, либо же и обычная вода? Нет, воду они обещают, параллельно будут трубы пускать. Ну, у Вас вода есть еще? Водичка есть, а отопление уже частично дали в доме, а частично еще вот этот последний стояк еще не подключенный совсем. У нас в квартире половина квартиры греется, половина не греется. Половина квартиры даже, да. У меня вообще не греется. Вы так же, да, живете в доме? На езде мне холодно, очень холодно. Это сколько у Вас градусов? Вы не мерили? Да, ну, градусов где-то 16-15. Да, да, 15-16. Я дома одета, в теплых штанах, в одних, во вторых, в третьих, греемся обогревателями, ну, представляете, сколько она уже накопила. А в углове квартиры так вообще обои отстают? Холодно, ночью заморозки, холодно, очень холодно. Ну, обещают, мне бы обещают сегодня подать. Ну, будем ждать. Будем надеяться. Да, мы будем надеяться. Если не дадут, то звоните к нам, будем, приезжайте еще. Спасибо вам. Я звонила в ЖЭК, и там никакого четкого ответа нам не дали. А когда Вы звонили? Вчера звонили, в понедельник звонили. Нас поддают какой-то номер, который не существует. Мы тогда звоним, обращаемся, нам отсылают. Ничего, ну, в общем, отсылают куда-то туда, знаете, пойдите туда, не знаю, куда. То есть такого номера такого не существует, опять мы возвращаемся, перезваниваем же сюда. Они говорят, не хотите звонить, не звоните, это ваше дело. И бросают трубку. Я уже думала, уже идти туда с ними ругаться, ну, что ж это такое, ну, Вы люди или не люди, ну, что ж происходит. Холодно так в квартирах, а если у кого-то маленькие детки. Ну, это же кошмар. Согласен, самим плохо, что ЖЭК так реагировал. Ну, вообще никак, он не, ну, не красиво. Ну, мы будем, будем найти 15 градусов. Да. И обои отстают даже. Ну, начинают, а я же, вы думали, вот, греться ж надо, вот, якось. Ну, как, как, где-то нужно что-то, я же никуда не выйду. Вот. Любовь, Константин, а насколько у Вас в квартире сейчас градусов тепла? 16. 16. 16 градусов. Вы сами, да, живете? Не нуждите? Да. У Вас ни день, ни обои не подставали, еще ничего? А, обои не подставали. А это, а холодно, они замерзали. Вы чем-то еще дополнительно обогреваетесь? Какие-то колориферы? Да, колориферы включала. Включали, да? То есть, ожидаете за электроэнергию больше уже? Ну, конечно, конечно. Газом не отапливаюсь, потому что не могу неплохо газом отапливаться. Потому что дышать ничего, с сердцем плохо. А сколько Вам лет? 84-й. 84-й годик Вам идет уже? Да. Ну, будем надеяться, что сегодня запустят отопление, и Вы сможете согреться. Спасибо Вам тогда. Счетчик общий, ту половину дома затопили неделю назад, а теперь платежки прийдут полностью, наверное, платить. На весь дом. Они разкидают его, да? И теперь мы мерзнем, не могу тепла, а платить будем. Вася, так, оцей дом до нашего не... Половину дома наше. Вот того, вот того дома. А мы мерзнем. Да, теж и на ту неделю. Если бы стояли щопчики в каждой квартире, так, как оно должно быть, да, вот, то друге дело, нема тепла не платим, а есть тепло платим, а так теперь община, всех раскидывают. Так же, ну, газовый, то есть, вот, тепло, тепло, то да. А у нас не дешево зараз тепло, это уже дорого. Тоже, как-то, как-то, как вы выходите, надо какое-то положение, как вы выходите. Идти опять туда, это очередь, я вам каждого, работа, свои заботы есть. Вот, тем более, что все... Затрагает ремень. Да, тем более, все знают, что дом не затопили. Ну, они отопление не включили. А, ну, в общем, подивайся, это не будет. Хорошо, спасибо. Спасибо.